Привет, мои хорошие! Сегодня четверг, а это значит очередной разговорный выпуск на моем канале. Сегодня мы поговорим об акриле. Было много запросов, чтобы я рассказала вам про эту краску. Поэтому, если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной. Давайте для начала разберемся, что же такое акриловая краска. Если взять более сложное определение, то это вододисперсная краска на основе полиакриладов. Если же начать в этом разбираться, то становится все более понятно. Возьмем состав краски. Это пигмент, это вода и акриловая смола. Так вот, за счет этой акриловой смолы краска называется акриловой и приобретает все свои замечательные свойства. Вообще, акриловая краска очень молодая. Ей всего 50 лет. Она еще не прошла испытания временем, как масляная, темперная краска. Но уже за эти 50 лет она завоевала многие сердца за счет своих свойств. А сейчас давайте посмотрим минусы и плюсы акриловой краски. Разберем ее особенности. Начнем с небольших минусов. Первый минус это то, что акрил при высыхании не размывается водой. То есть, его невозможно уже размыть водой и сделать какие-то плавные переходы. Приходится постоянно намешивать цветовые оттенки. Кому-то это нравится, то что акрил высыхает, кому-то это не нравится, что он быстро высыхает и не позволяет сделать нужные размывки. Еще один минус в акриле, то что при высыхании он становится темнее. Мы помним, что в гуаше есть минус, то что при высыхании она выбеливается, становится светлее. У акрила же наоборот, при высыхании он становится чуть темнее. Единственная краска, которая не меняет цвет при высыхании, это масляная краска. Но акрил в этом ей уступает и становится на тон темнее. Это является, наверное, одним из самых главных минусов, на мой взгляд, который мешает в работе. Нужно это учитывать и всегда делать картину чуть светлее, чтобы при высыхании вы увидели именно то, что вы хотели изобразить. И еще один минус, который я хочу выделить, это то, что краска немного блестит. За счет акриловой смолы, за счет своего состава, краска немного становится глянцевой. Есть, конечно же, отдельно глянцевый акрил, есть обычный художественный акрил, он менее глянцевый. Но все равно вот этот глянец остается. И если мы хотим создать какую-то матовую работу, то он нам мешает. Приходится использовать сверху матовый лак, чтобы этот блеск убрать. Или наоборот, конечно, это тоже может служить плюсом, если мы рисуем в технике масляной живописи и нам нужен блеск, эффект масла, то блеск акрила нам только помогает. Поэтому вообще все минусы, которые я перечислила об акриле, можно назвать и плюсами. Это уже зависит от человека, который работает этими красками. А сейчас мы с вами разберем плюсы акрила, плюсы акриловой краски. И вы удивитесь, насколько их много. И если вы еще не пробовали писать этой краской, рисовать этой краской, то после моих перечисленных плюсов, вы обязательно загоритесь желанием и побежите в магазин приобретать эти чудесные акриловые краски. Первый и самый главный плюс акрила, это то, что он не дает трещин. За счет акриловой смолы, я опять к ней возвращаюсь, она находится в составе акриловой краски и делает ее очень пластичной, тягучей. И можно сравнить акрил с жидкой пластмассой. То есть при высыхании вот этот вот эффект тягучести остается и акрил не дает трещину. Он очень пластичен. Можно им писать на любой поверхности, на стекле, на дереве, на холсте, просто на ткани. То есть любая поверхность, главное, чтобы она была обезжиренная и акрил никогда не даст трещин. Также еще один очень приятный плюс, это то, что акрил не выгорает на солнце. Со временем он не тухнет, не жухнет, не меняет цвет. В отличие, например, от масляной краски, если мы просушим неправильно подмалевок, сделаем слишком толстый цвет, немного неправильно смешаем оттенки, пигменты, то цвет может пожухнуть, если мы там добавили не тот разбавитель, то цвет может пожелтеть. Много нюансов, которые нужно учитывать в масляной живописи. В акриле же такого нет, то есть он при высыхании, вот какой цвет получился, такой и остается на всю жизнь. То есть в течение времени он не жухнет, не тускнеет и остается таким же ярким. Следующий плюс, и одновременно его можно назвать минусом, но так как я акрил использую в декоративной больше среде, то это для меня плюс. Плюс его палитра. Палитра цветов очень яркая и они такие насыщенные, глубокие. Немного, конечно, неестественные, но вот эта яркость, особенно в декоративном творчестве, дает супер картины, на которые мы смотрим часами. Поэтому, если вы любите яркую живопись, вам нравятся яркие, даже какие-нибудь такие неоновые цвета, то акрил вам даст эту палитру и позволит вам создать действительно очень яркие работы. Следующий плюс, который я хочу рассказать, порадует многих, потому что акрил не требует закрепления. Он очень стоек за счет своей гибкости, опять повторюсь, за счет акриловой смолы. То есть, при написании картины, например, мы захотели сделать масляную картину в технике масляной живописи, красивые цветы, создали ее с помощью акрила. Масло лучше всего покрыть лаком, чтобы защитить поверхность от царапин, также от всевозможных солнечных лучей, чтобы дольше сохранялся цвет. Акрил же этого не требует. То есть, акрил не нужно покрывать лаком, он становится немножко глянцевым и очень-очень стойким. То есть, не нужно тратить время, не нужно его дополнительно покрывать лаком, либо другими фиксативами, которые защищают красочный слой. Ну и напоследок я оставила не менее важный и очень приятный плюс, это то, что акриловая краска не пахнет, она не имеет запаха. И те люди, у кого аллергия на резкие запахи, у кого-то аллергия на состав масляных красок. То есть, акриловая краска, она не дает никакого запаха, можно рисовать в помещении, где маленькие дети. Видите, никаких таких нюансов нет, то есть, нету акрилозапаха и разбавители специальные для акрила не нужны. Акрил можно разбавлять водой. И за счет этого отсутствие запаха делает акрил просто чудесной краской по сравнению с другими. Но при разведении водой нужно учитывать одну особенность. Так как у вас в составе акрила, акриловая смола, именно акриловая смола дает акрилу те свойства, то есть, он не выгорает, стойкий, пластичный, яркий. Это все за счет акриловой смолы. И если мы сильно разводим акрил водой, то эти свойства уменьшаются. Чем больше вы разбавляете акрил, тем меньше свойств, которые дает ему акриловая смола, остается. Поэтому, если вы рисуете в какой-то такой технике очень тонкой, то есть, лессировочной, либо в акварельной технике используете акрил, то лучше дополнительно добавлять специальные разбавители для акрила. Они тоже без запаха, но они позволят в вашей работе сохраниться на долгие времена. То есть, она не пожухнет, она не потрескается. Потому что, чем больше воды, тем меньше акриловой смолы в составе, тем больше шансов, что с работой что-то случится. Поэтому, эту особенность акрила нужно учитывать. Ну, а если вы рисуете густо, то акрил, он очень жидкий, как жидкая сметана. То есть, его практически водой разбавлять не надо. И он все свои свойства в работе оставляет. И в конце видео, чем я хочу с вами поделиться, так это, какой же акрил, на мой взгляд, лучше выбирать. Фирм очень много, мастер-класс, лады, гасонет. Я сейчас перечислила те, которые у меня есть. Мне больше всего нравится ладыка за счет своей демократичной цены. Меньше мне нравится санет за счет неудобной упаковки. Потому что, если вы обратите внимание, то тоже имеет форму тубы. Но верхняя крыжечка не всегда позволяет после того, как вы используете акрил, очень хорошо ее открыть. Так как там акрил засыхает и намертво крыжечка остается. Но вот в ладыке все идеально. И упаковка, и крыжечка. То есть, мастер-класс, они намного дороже за счет своих пигментов. Мы знаем, что мастер-класс это именно направление для более профессиональных художников. Но на самом деле ладыка по палитре ничем не уступает. Акрил очень хороший, и я его всем советую. Ну, а если говорить о баночках, небольших наборах с акрилом, то такие банки я советую не брать. Потому что, если вы долго не будете работать этой краской, она засохнет прямо в баночках. Потому что акрил у нас засыхает от соприкосновения с воздухом. И волей-неволей, когда вы рисуете акрилом из банок, то банки вы открываете, воздух поступает туда, и краска быстрее засыхает. В тубах же такого нет. То есть, вы выдавили краску, закрутили, выдавливаете просто по чуть-чуть. И потом, после работы, конечно, какая краска осталась, приходится выкидывать. Но зато в тубах точно ничего с краской не случится, она не засохнет. И вы сможете ей долгое время творить, создавать свои работы. И на этом все. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Если так, то поставьте палец вверх, чтобы я понимала, что рубрика «Вопрос-ответ» на моем канале будет жить. Также обязательно поделитесь в комментариях к этому видео. Вашим мнением об акриле, нравится вам эта краска, не нравится. Может быть, у вас есть любимая фирма. Обязательно напишите, будет интересно почитать. Помните, что рисовать может каждый. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok